Юные наследники несметных богатств превратили жизнь родителей в ад. Любят дорогую жизнь, дорогие подарки. Эксклюзивный соболь, 7 миллионов. Это явно подчеркнет мою красоту. Чадо тратит баснословные суммы, а предков отправляют в игнор. Оставишь мне деньги и вали куда хочешь. В помощь обескураженным взрослым реалити, в котором Чадо из ада отправляется на перевоспитание. Это какая-то просто деревня. Что произойдет с мажорами в обычных семьях? Смотрите прямо сейчас. Золотая клетка открывается. В наш проект поступил призыв о помощи от семьи Максима Гурбанова из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, меня зовут Ольга Гурбанова, и я мама Максима. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Левин, и я дядя Максима. Максиму 17 лет, и еще два года назад я была уверена, что сдала ему правильный вектор развития. Максим сменил школу и, соответственно, сменил свое окружение. Там он обрел друзей-мажоров. Появились замашки этих мажоров, и он стал меняться прямо на глазах. Перестал уважать людей, он начал их делить на богатых и бедных, определять свое отношение к людям, исходя из их дохода. И последним случаем вопиющим стала ситуация, когда Максим за два дня на очередной тусовке потратил 200 тысяч рублей. У нас больше нет сил, у нас основная надежда – это ваш проект. И сейчас мы обращаемся в ваш проект для того, чтобы вы нам помогли его вернуть в нормальную реальность. Чтобы Максим изменил свои взгляды, чтобы он понимал, что любой труд – это труд. Пересмотрел свое отношение к деньгам, к людям. Пожалуйста, помогите. Олье Гурбановой 36 лет. Она занимается продажей элитных домов и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге. Ивану Гурбанову 38 лет. Работает водителем грузовой машины. Когда Максиму было около месяца, Иван ушел из семьи. Сейчас у него новая семья и две дочери. С Максимом общается в основном по телефону и зарядка видится. Он ушел от нас по той простой причине, что его семья не приняла нас с Максимом. И мы сказали просто – они недостойны нас. Тогда у Ольги не было образования. И, по мнению родителей отца Максима, не было и перспектив. Они посчитали, что Ольга – не лучший вариант для их единственного сына. Беспреданница. Он бросил нас, потому что мы были недостойны. Осталась я. В 18 лет он, мой малыш новорожденный. И весь этот большой мир. Как хочешь, так и живи. Оставшись в 18 лет одна, Ольга больше не вышла замуж. Она создала собственный бизнес и начала хорошо зарабатывать. Вдвоем с сыном они живут в центре Санкт-Петербурга, в трехкомнатной квартире площадью 150 квадратных метров и стоимостью 25 миллионов рублей. Доход семьи – около 2 миллионов рублей в месяц. Максиму Гурбаному 17 лет. Он единственный ребенок в семье. Я считаю себя целеустремленным, красивым, ну и крайне богатым. У меня никогда не было проблем с самооценкой, поэтому я могу с твердой уверенностью сказать, что да, я король этого мира, и я этого абсолютно не стесняюсь. В воспитании Максима помогает брат-близнец Ольги Дмитрий Левин. Он тоже риэлтор. Я сказал, что она может полностью на меня рассчитывать. Воспитание ребенка по вопросам какого-то финансирования, поддержки, внимания. У нас прекрасно с ним складывались отношения с самого начала. Два года назад Максим заявил, что в обычную школу он больше не пойдет. И Ольга перевела его в элитную частную школу в Москве, чтобы подготовиться к поступлению в московский вуз. Теперь Чада учится удаленно и ездит сдавать зачеты в Москву очно. Обучение обходится семье в 158 тысяч рублей в месяц. Я решил уйти из государственной школы в частную московскую, потому что я не потерплю к себе похабного отношения учительниц из государственной школы, которая работает за 50 тысяч рублей в месяц. И на мой взгляд, она не имеет никакого права что-то мне доказывать и что-то меня заставлять делать. Путешествия на Сапсане в бизнес-классе и проживание в отелях Москвы опустошают мамины счета еще на 150 тысяч рублей ежемесячно. Да я чуть Сапсан не проспал. Вчера тусовка-то на Патриках была. Вообще ничего не помню. Слушай, ну сегодня вечером тоже тусим в центре. Я думаю, увидимся. Его друзья – это дети богатых родителей. Они не знают слова «нет». Они знают «хочу» – «дайте». Максим, он стал таким же. Все и получилось. Да сдал, как сдал. Не знаю. Как готовился, так сдал. А звонил отцу, как он просил? Блин, забыл он. Прости. Максим, ну что значит «забыл»? Это твой отец. В чем он мне будет рассказывать? Как он возит свой грузовичок? Мы с ним по социальному уровню разные, понимаешь? Нам не этим с ним разговаривать. Кем бы он ни работал, так нельзя. Мы с ним кардинально разные. И у нас разные судьбы. И чему он может меня научить, будучи водителем грузового транспорта? В свободное от учебы и тусовок время Максим пишет музыку, играет на гитаре и барабанах. У него есть диджейский пульт последней модели, на котором Чадо играет каждый день. В будущем Максим хочет стать известным диджеем, играть на мировых площадках и сотрудничать с топовыми музыкальными студиями. Аренда студий и уроки диджейнга стоит около 150 тысяч рублей в месяц. В целях у меня, конечно, отыграть на многотысячных фестивалях, отправляться в туры, как диджей, как сольный артист. Это, мне кажется, достижимые планы, и в ближайшие несколько лет я этого достигну. У Максима особый принцип выбора друзей. Он делит людей на тех, кто достоин его внимания, и тех, кто его не заслуживает. Он очень гордится, что у него такая мама, красивая моя богатая успешная мама, все остальные не люди. Его так нельзя, все люди. Главное же не наличие денег, не статус, а главное оставаться человеком. Нет, ты ничего не понимаешь. Ну хорошо, что ты это понимаешь. Наверное, в этом есть моя вина. Я его полностью оградила от проблем. Я давала ему лучшее. Он не знал, что такое нужда. Когда я перешел в частную московскую школу, я, конечно, ощутил разницу в социуме питерском и московском. Там деньжат побольше, мне с этими людьми намного интереснее, у них более интересные тусовки. Типичный день Максима. Подъем не раньше обеда, недолгие онлайн-лекции в комфортном уединении. С чашкой Раф-кофе, поездка на студию, вечером походы в рестораны и на тусовки. На развлечения с друзьями 17-летний подросток тратит не менее 150 тысяч рублей в месяц. На общение с мамой и дядей времени остается немного. Мне не нравится твое поведение. Мне не нравится твой разгульный образ жизни. Все друзья у меня так живут. Мы все гуляем вместе, видимся, ходим по магазинам. Может быть, тебя на работу отправить? К работе. А что ты думаешь, что нормальный человек не может работать? Ну, если я могу себе позволить не работать, зачем не работать? Я не прав в своей позиции? Нет, ты не прав. Ты живешь полностью на моем обеспечении. Зато я хотя бы 50 тысяч могу на свои хотелки слить, а не чтобы семью прокармливать. И Максим у нас завел теперь личного водителя. Все бизнес-класс, все класс-люкс. И меня беспокоит не то, сколько Максим тратит денег. Меня беспокоит, с какой легкостью он тратит мои деньги. Я разговариваю с Максимом по поводу его поведения. И совершенно не вижу понимания в его глазах. Он ведет себя достаточно нахально, развязно, хамит. В общем, все то, чего я раньше у него не замечал. Шоппинг для Чада тоже развлечение. Он тратит деньги матери, не задумываясь. В среднем в месяц на шоппинг уходит 250 тысяч рублей. В основном я люблю толстовки с капюшоном. Но также иногда по ситуации я чередую с классическими вещами. Любимая толстовка из Дубая. В ней я отыграл самое большое количество диджей-сетов. Свитер с мишкой. Он был куплен в новогоднюю пору. Также неплохой шелковый бомбер на лето. Очень люблю изображение медведей, тем более на одежде. Ее я надеваю крайне редко. У меня есть вот такая белая кофта французского дома моды. Мне ее подарил дядя. Это пальто было отшито на заказ по моим меркам. Его я надеваю под рубашку, под поло. Вот такая модель. Это французский дом моды. Он огромные суммы денег тратит на одежду. Он перестал считаться со мной. Если раньше он спрашивал у меня, мама, можно, то сейчас он может взять в любой момент столько, сколько он захочет. У меня большая коллекция очков. Здесь у меня небольшая коллекция моих ремней. Сумка Tom Ford. Мой парфюм. И вот, наверное, мой любимый аксессуар. Это мой ремень. Я ношу ее почти каждый день с любыми джинсами. На мой взгляд, это самая универсальная модель. То, что мама вкладывает в меня свои силы, деньги, время и любовь, я считаю, это абсолютно нормально. И так должно быть у всех. Потому что я единственный и любимый сын в семье. Ну, а как может быть иначе? Из-за любви к сыну Ольга уговорила его участвовать в проекте. Сделать это было непросто. Но Ольга нашла аргумент. Я ему сказала, сынок, теперь я буду ограничивать и контролировать все твои траты и расходы. Я не хочу менять свой образ жизни. Без наличия денег, своих московских друзей, у меня не будет дальше жизни. Пожалуйста, не устраивай скандалы. Да у меня, мам, у меня другой вопрос. Я не знаю, что мне, гитару брать, пульт брать. Мне же надо четыре дня как-то тренироваться. А вдруг они ложатся спать в девять вечера? Потерпят. Что им придется делать? Надо тоже подстраиваться под других людей. Так, ладно. Беру пульт. Это им придется перестроиться. Я ни под кого меняться не собираюсь. Ну, что стоим настроением, сынок? Ну, а какое у меня должно быть настроение? Чтобы в полной мере ощутить разницу между своей жизнью и жизнью принимающей семьи, Мажор участвует в эксперименте без банковской карты и телефона. Их чадо получат сразу после окончания эксперимента. Не смотри, так это уже решено. А как я буду там без денег? Очень просто. Ладно, я возьму наличные, окей. Нет, наличные ты тоже не возьмешь, и это решено. Вы как обычно. Вот одно и то же у вас всегда. Что это изменит? Скажи, если у нас какие-то с тобой конфликты, это надо по-другому решать. Ты тратишь бешеные деньги на свои вот эти развлекушки. Важно. А там, я надеюсь, ты увидишь, что такое нормальная жизнь. Пускай посмотрят, как живут нормальные дети. Они вот эти избалованные. Он избалованный. Хочу, чтобы Максим попал в семью, где принято уважать и считаться, почитать родителей. Чтобы он увидел и понял, что родителей нужно любить не за то, сколько денег они зарабатывают и ему дают, а за то, что они просто есть. Мне хочется, чтобы наши взаимоотношения с Максимом вернулись в прежнее русло, мы могли понимать друг друга, общаться друг с другом. Помни, что ты мальчик очень хорошего воспитания. Люблю тебя. Хорошей дороги. Ладно, я поеду. Давай, мы тебя любим. Давайте. Пока, милый. Мы будем тебя очень ждать. Пока. Меня не надо перевоспитывать, так как я живу, и меня абсолютно все устраивает. Вопросы есть только от моей мамы. И если она так считает, то это не значит, что так должен считать я. От своего сына после эксперимента я бы хотела услышать. Мама, я тебя люблю. Спасибо тебе за все, что ты сделала и делаешь для меня. Спасибо. Я очень ценю тебя. Эксперимент по перевоспитанию 17-летнего сына-миллионерши из Санкт-Петербурга начинается. Максим Гурбанов 4 дня проведет в городе Дегора, в республике Северная Осетия, в многодетной семье Акейвых. Василиса Скуридина, бывшая участница реалити «Беременна в 16». После съемок в программе рассталась с отцом своего ребенка. Страшно, что будет дальше. В новом выпуске «Жизнь после шоу» «Беременна в 16». Руку поднимал на меня. Ты узнаешь все подробности их расставания. Изменял. Это я узнала совсем недавно. И кому теперь принадлежит сердце Василисы? К кому ты ушла от Владимира? «Жизнь после шоу». 17-летнего миллионера из Санкт-Петербурга Максима Гурбанова в 2,5 тысячах километров к югу от дома в республике Северной Осетии Алания, в 50 километрах от Владикавказа, в городе Дегора, с населением 10 тысяч человек, ждет многодетная семья Акейвых. Спартаку Акейву 38 лет. Он строитель-отделочник. Выполняет частные заказы по ремонту и строительству. «Этой работой я кормлю семью. Пришел кому-то домой, там развалено, ты красоту наводишь, люди радуются. Мне нравится моя работа». Сабине Акейвы 38 лет. Она учитель начальных классов. Сейчас в декретном отпуске. Мы с супругом познакомились 20 лет назад. Учились вместе в педагогическом институте. Встречались три года, потом уже поженились. В семье четверо детей. Среднемесячный доход 40 тысяч рублей. «Я всегда хотел большую семью. У нас так принято, у всех много детей. Большинство радует, как говорят». Живут Акейвы в трехкомнатном частном доме, который за три года построил своими руками Спартак и его старший сын. «Я считаю, что мы материально не нуждаемся. Мы своим детям хорошее детство и все дали. Спартак обеспечивает как может». Старшему сыну Акеева Хрустаму 17 лет. Учится на технологопищевой промышленности в училище во Владикавказе. 11 лет занимается вольной борьбой. «Очень бы хотел выиграть все серьезные титулы в любимом виде спорта. И для этого я тренируюсь упорно ежедневно, два раза в день». «Я сначала не хотела это все. Учеба, учеба я вот прям требовала. А потом я поняла, что он очень сильно хочет. И Спартак тоже прям, давай посмотрим, попробуем. И у него получается, это мне все нравится». Рустам никогда не отказывает родителям в помощи. Помогает отцу в строительстве и отделке домов. «Бампер бери. Потом надо будет болты туда еще крутить». «Рустам очень помогает отцу. Летом, когда у него каникулы бывают, он прям выезжает с ним на шабашки, и они вместе могут работать». «У него мужские качества, он серьезный. Все, кто его знает, хорошо отзываются о нем. Недавно мне друг сказал, у него дочка маленькая. Вот бы, Рустам подождал нашу дочку, я бы с удовольствием отдал бы дочку». Средней дочери Милене 14 лет. Она учится в седьмом классе. Свободная от учебы в Риме, помогает маме с младшими братьями. Трехлетним Ахсарбеком и двухлетним Астемиром. «Нравится домик? Добавим кубиков? Давай». «Прокормить столько детей, семью, это нелегко. Но к этому надо прийти уверенно. И если уже детей делаешь, это уже большая ответственность на тебе. И это надо исполнять уже и работать. Ни дня не отдыхать». Семья Акеевых многонациональная и многоконфессиональная. Спартак – глава семьи, осетин и христианин. Сабина принадлежит к небольшой народности кумыков, которая в 17 веке перекочевала в Осетию из Дагестана. Сабина – мусульманка. Две культуры уживаются в одной семье. А Кеева отмечают все религиозные и национальные праздники. Разной национальности, никаких разногласий нет. Мы живем в мире согласия и любви. И у нас традиции есть в семье. Каждые выходные мы собираемся, закруглываем столом, откровенно разговариваем с детьми. У кого какие проблемы, кто чем недоволен или там, что наоборот. Детей Акеевы воспитывают в кавказских традициях. Главные ценности – это уважение к старшим, отзывчивость, благодарность и взаимная поддержка. Я бы очень хотел быть похожим на своего отца, потому что он очень внимательный, он очень добрый, трудолюбивый. В семье Акеевых работа делится на мужскую и женскую. К приезду гостя Сабина с Миленой решили приготовить национальное кумыгское блюдо – зыртынкял. Оно из отварных кусочков теста, мяса, бульона, лука и чеснока. Картошку помоешь и чеснок отдельно в чашку почистишь. У нас мама очень вкусно готовит, она меня научила. У нас это прямо самое знаменитое блюдо, очень вкусное. Надеюсь, понравится это блюдо ему. Семья Акеевых к приезду Чада готова. Встречать гостя будут кувшином с осетинским квасом. По традиции, гости в Осетии всегда встречали этим напитком с дороги. Интересно, кто приедет? Представь, вот с минуты на минуту он уже приедет. Или он, или она. Ну и что, пускай приедет, хоть кто приедет. Мы его примем как надо. Все уже интересно, мальчик или девочка. Если мальчик будет, вот Рустам будет. Было бы хорошо, если мальчик на тренировку бы пошли. Да. А вы когда-нибудь видели мажора вживую? Вообще, какой он из себя? Как бывает? Представь, если вот он скажет, я вашу еду не хочу, я это такое не ем. Я чеснок не ем, я лук не ем. Мы постараемся угодить ему. Я этот эксперимент одобрил на 100%. Я говорю, вы по адресу. Давай, что нам мешает? У нас такие воспитанные дети. Мажор в моем представлении какой-то избалованный ребенок. Он не знает, что такое нельзя, нет. Таких детей я еще не встречала. Поэтому я волнуюсь чуть-чуть. От аэропорта Владикавказа до Дигоры Чадо впервые в жизни добирается на маршрутке. А Киевы хотели встретить Максима, но съемочная группа ради чистоты эксперимента настояла на том, чтобы Максим попробовал доехать до дома принимающей семьи сам. А вы до Дигора едете? Здравствуйте, да, 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 до Дигору едем, да. Пожалуйста, проходите, садитесь. Двери откроем вам. Мог бы и чемодан взять. А вы откуда приехали вообще? Да из Питера. Ой, молодец, красавчик. В гости едете? Ну, можно и так сказать. Нету в ряд бизнес-водителей, бизнес-такси, ничего такого. Я никогда не езжу на маршрутках. А я слышал, что в Дигоре там горы будут, ну, точнее, город на горах. Это правда, нет? Есть, конечно, у нас горы здесь красивые очень даже. Вам понравится, я думаю, здесь. Здесь люди гостеприимнее у нас, так что насчет этого не переживайте. Нужный дом Максим ищет самостоятельно. Ребят, простите, а вы не знаете, где Акеевы живут? Вот слева дом? Спасибо. Здрасте. Доброе, доброе. Ну, я, видимо, к вам. К нам, к нам. В адрес. Максим. И я откуда приехал? Из Питера к вам. Сабина, мама этого семейства. Очень приятно. Максим. Приятно. Милена. Приятно. Это у нас все, малыши. Проходите, проходите. Первые впечатления. С высока он смотрел. Я не знаю, что у нас получится теперь. Какой-то мажор блатной к нам приехал. Ну, прическа такая блатная, очки, сережка. Одет так красиво, по-блатному, как говорится. Точно не простой пацан. Ну, у вас светло. Так. Красивая люстра у вас. Красивая. Спасибо. Ну, у нас принято к столу. Пальто, такой интеллигентный шарфик. Ну, мне он сразу понравился. По обычаям у нас это Иром Багани называется. Пригубить обязательно надо. По сети у нас так встречают, чтобы было понятно тебе. Это наш национальный сок. Это не спиртное. Если понравится, полностью надо выпить. Ну, вкусно, как у вас она. Три пирога у нас. Первый пирог, верхний, это у нас для Бога. Средний пирог, это земля. Нижний пирог делает у нас, это солнце. Добро пожаловать. Встретили мы тебя, как можем. Я думаю, тебе у нас понравится. У нас здоровые детишки. У нас все хорошо будет. И отсюда ты должен попробовать. Это вот так вот делается. Это истинский пирог. Я думал, что ему не понравится. Он скажет мне со своей грязной руки, почему я сам оторву кусок. А у нас так принято. А эмоции у него, как ни странно, хорошие. Пирог откусил, мне говорит, в ухо такой. Очень вкусный пирог. Я уже подумал, все будет хорошо. Это наш зал. Это как кухня у нас. Здесь отдыхаем, телевизор дети смотрят. Так, это наша ванна. Недоделанные моменты есть, но... Взрослая комната наша. Максим, а ты знаешь, что ты все своими руками Спартак наш строил, наш папа? Да. Да, он все сам умеет делать. Ничего себе. А твой папа чем занимается? У меня папа водитель грузового транспорта, но я с ним не живу. Так, это у нас Рустама комната. Это у Миленина дочки комната. Такого ремонта нету апартаментов, но как можем, так и живем. Здесь у нас двери как бы нету, но придется здесь спать. Вот здесь я сплю. Сейчас постель поменяем. Вот подготовили. Кровать маленькая, небольшая, но я думаю удобная. А вы стройкой занимаетесь, или вы просто как захотели сделать? Стройкой, стройкой, я на шабашках постоянно. А это ваша работа? А ваша мама чем занимается? Продажей недвижимости элитной. А у вас там на квартире живете? Мама купила, да, квартиру. Максим, а у тебя брат, сестра есть? Нет. Какой у вас в семье? Я один из семьи, да. Скучно бывает, наверное, одному. Я так думаю. Не знаю. Я всегда один жил. Максим, а чем ты занимаешься в Питере? Ну, вообще я музыкант, но сейчас я большую часть времени занимаюсь диджеем. Ну, это чё же инструмент? Да, диджейский инструмент. Пуля диджейский, да. Мне просто практиковаться нужно, и на этом мне надо будет заниматься. Интересно очень. Очень интересно. Он привез с собой установку диджея. Ну, он любит, наверное. Я не люблю, я не хожу там на дискотеки какие-то. Ну, ему нравится, пусть. Максим, располагайся, чувствуй себя как дома, разложи вещи, и мы тебя ждём на кухне, хорошо? Да, спасибо большое. Мне досталась одна комната с Рустамом. С этого я абсолютно не в восторге. В пяти сантиметрах от меня кровать Рустама для меня это, наверное, будет одна из самых главных проблем за эти четыре дня. Максиму выделили одну полку в шкафу, где хранят вещи Милена и Рустам. Хорошо, что парень приехал, да? Ну, вот прям вот хорошо. Рустам он будет прям. Там покажешься. Да. Мне он показался хорошим, но думать, с ним будет непросто всё же. Не знаю, что-то вот таится, что-то, да? Про отца что-то холодно он говорит. Да, я тоже это заметила. Не приятно было. Ну, у него ещё спросим. Да, поговорим, поближе познакомимся. Он такой приличный такой. Да, я тоже. Я думал сейчас, как, ничего не понравится. Про люстру, как сказал сразу, люстры красивые. Я всё-таки переживаю. Вот у меня вот какое-то волнение. Найдём подход к нему или нет. Вот кухня наша понравится. Он будет кушать, не будет. Ну, я думаю, всё точно ему не понравится. Не понравится, да. Как мы и живём, так и живём. Это моё мнение, что он непростой пацан, непростой. По взгляду видно было много чего не понравилось. Он пока ничего не сказал. Нам нелегко будет. Я тоже заметил взгляды. Не расслабляйтесь, что не думайте, что с ним очень легко будет. Ну, мы готовы к этому. Ну, попробуй. Думаю, в подростковом возрасте можно внушить человеку, что хорошо, что плохо, можно его перевоспитать. Он ещё не такой взрослый. Думаю, наш эксперимент хорошо пройдёт. Вся семья ждёт гостя к столу. По обычаям, без гостя за стол не садятся. Но Максим не спешит. Максим, что сидишь, пошли. Мама, она готовила, покушай. Скажи, сейчас я 10 минут закончу. Нет, так нельзя у нас, так не принято. Папа позвал, старший позвал. Надо пойти. Прямо как в армии встать? Ну, нет, ну, просто позвали. Старший позвал. Ладно, давай. На кухне. Мне кажется, Максим живёт очень свободной жизнью. Правил дома нет. Здесь это очень важно. Если старший позвал тебя, надо обязательно прийти, выслушать его, что он скажет, сделать. Потому что у нас старший на плохое не подпишет. Я прямо почувствовал настроение мужского давления в семье. Для меня это очень плохо. Я испытал моментальный дискомфорт. Занимаясь своими делами, я считаю, что я могу прийти к столу позже. Но в этом доме так нельзя. Тебе сюда надо сесть. Сюда мужчины у нас во главе стола сидят, а женщины ниже. Обязательно тебе надо кушать. У нас семья многонациональная. Я не осетинка, я кумычка. Вот я приготовила своё блюдо. Называется зертенкял. Вот это? Давай попробуешь. Вилкой берёшь тесто, макаешь бульон, потом отрываешь мясо и вместе с ним вот так макаешь. Так, мясо. Тебе покажите, как Максиму кушать. Зертенкял. Прям проговорить сможешь? Зертенкял? Зертенкял. О, молодец. Правда, очень вкусно. Понравилось? Я очень счастлива, что ему нравятся наши блюда. Он их с удовольствием ест. И это прекрасно. Я буду спокойна, что он не будет голодным. Чем занимаешься именно? Диджейские эти. В Питере выступаю в клубах, в различных, на концертах. Это больше как хобби, конечно. Как интересно. В основном я как бы на мамином обеспечении. Не в обиду, но вот про отца как-то мне холодно пока. Отец у меня, он водитель грузовика. Я тоже строитель, я тоже пыльные работы делаю. Он как бы ушел у меня из семьи, когда я маленький был совсем. А сейчас я живу только с мамой. И у нас как бы за финансы в семье отвечает мама. Я с папой редко очень общаюсь. Если общаемся, то так пару слов. Не очень отношение к его профессии, скажем так. Я сам без отца вырос. У меня давно отец умер. Этот момент я прекрасно понимаю, что отец, хоть какой отец, но отец нужен всегда. Мой отец плиточник рабочий, простой. Даже подумать об этом не смогу не уважать своего отца. Вот вы дом построили. Вы где-то учились? Вообще в другой области учился. Но я рано женился. 21 я женился уже. У меня мама 18 тоже родила как раз. Вышло так, что нехватка, нехватка, и я как бы учебу забросил и начал потихоньку работать. Считай, что самоучка я. Ну это же относительно такая грязная работа. Ну грязная-то грязная, но надо делать. Вот по стройке, если бы я строительном отучился, конечно, было бы по-другому. Жизнь так сложилась, но я доволен. У меня прекрасная семья, много детей. А если не секрет, вот так в месяц сколько у вас выходит? Бывает, что я в месяц могу заработать 70 тысяч. А бывает такое, что 40 тысяч заработаешь. Главное на хлеб. Мне самое главное, чтобы семью прокормить. А вещи, не вещи, это уже второстепенные. Всегда к строителям было такое отношение, что они просто придут выполнить свою работу, грязную, ручную, и уйдут. Я всегда с такими людьми был крайне на большом расстоянии. Я учусь в колледже на технолога. Больше хочется тренироваться, конечно. Борец у нас. Ну, учиться по-любому надо. Это для общества. Опасный человек, если не отучился, но спортсмен здоровый, его можно на улице кого-то ударить. Какие-то планы большие хочешь, да? Строить на борьбу, на спорт? Олимпиаду выиграть. Нравится? Когда-нибудь ел? Осетинскую кухню. Конкретно осетинскую, ну, не припоминаю, но, честно, очень вкусно, очень нравится. Спасибо большое. Наверное, с друзьями питаешься, ну, в рестораны ходишь, да? Ну, да. Я вот именно дома редко ем. У нас есть человек, который к нам приходит, ну, готовит еду домашнюю, ну, в основном какие-то рестораны, заведения, может. Ну, это дорого, наверное, да, очень? Да нет. За обед где-нибудь на одного человека, ну, тысяч пять, да. Да, это для Рустама дико куда-то, тысяч пять. А почему дико? Такие расходы он не привык. И подрабатывает со мной. Я ему там на вещи дам максимум пять тысяч, и он на пять тысяч может одеться. Ничего себе. А ты же обед даешь пять тысяч. А сколько ты на вещи приблизительно тратишь? В целом, там, за один поход за вещами, ну, тысяч восемьдесят, наверное, я трачу. Ну, это очень приблизительно. То есть, условно, если там не нужно купить кроссовки новые, то это намного больше, чем восемьдесят тысяч. Там тысяч сто, двадцать, сто пятьдесят. Только кроссовки? Ну, это с кроссовками. Это с кроссовками, да. После ужина Максим пошел принять душ и отдохнуть с дороги. Окей, мы решили обсудить, что делать с чадом дальше. Ну, для меня это дико лично. Не знаю, как для вас, что он с отцом. Про отца как-то холодно. Он что-то все-таки не то там с отцом. Стесняется мне так. Что-то не признает как будто. Тебе не показалось? Показалось мне тоже какой-то этот холодный он к нему. И прям мать возвышает. Да. Отца прям. Про отца все-таки. Эту проблему разрешить, я думаю, таким образом можно. Показательным образом. Вот мы покажем эти четыре дня, как Рустам относится к тебе, и вот как дети к тебе относится, Милена. Я надеюсь, что мы исправим эту ситуацию в лучшую сторону. Я тоже надеюсь. Но посмотрим. Может, не поддаст нам он вообще. Хорошо, что он на Кавказ приехал. И ты должен... Ну, Рустам, ты должен с ним тоже ты должен обязательно помочь в этой ситуации. Тебя лучше он поймет, потому что вы сверстники с ним. А так пацан очень хороший и смысленный очень. Да. Я думаю, он должен понять все. У него голова работает, работает хорошо. Я бы очень хотел, очень-очень хотел, чтобы он приехал домой в Питер и поехал к своему отцу и обнял его. Это как бы уже мечта для меня. Тему отца решили оставить до утра. Сабина уложила детей, но Максиму не спится. И он решил позаниматься диджейингом. Включил музыку, не надев наушники. Ну вот, сильно громко сделал, и вот Ахсарбек проснулся, Максим. У нас вот в семье, знаешь как, придерживаются одному чему-то. Ну, давай чуть потише сделаем, когда дети спят. Много народу здесь живет. Всех. Нет, а всегда так должно быть, да? Тише. Смотри, у нас есть какие-то вот правила. За столом мы вместе собираемся. Музыку любим слушать. Давай будем согласовывать, хорошо? Ладно. Согласовывать так согласовывать. Большая семья предполагает какие-то правила жизни, которым не нужно будет приспособиться. И один из них, это, видимо, не слушать громко будет. Наступил второй день экспериментов по перевоспитанию 17-летнего миллионера из Санкт-Петербурга Максима Гурбанова в многодетной семье Акеевых из города Дегора в республике Северная Осетия. По традиции, первая встает Сабина и готовит завтрак на всю семью. Младшие дети с ней, а у старших есть возможность поспать. Доброе утро. Что ты, готовишь, да, уже? Доброе утро, да, почти уже готово. Давай будить ребят? Доброе утро, народ. Доброе утро, молодежь. Пора вставать. Идемте завтракать. Милена. Доброе утро. Миле. Максим. Встаем, встаем. Ждем в кухне. Максим. Максим, пошли. Давай не долго мы тебя ждем. Какая-то красивая. Однако поваляться в кровати, как дома, Максиму не удалось. В комнате нет двери, и шум с кухни заставил Чада встать и пойти умываться. Рустам тем временем начал заправлять кровать Максима, так как не привык к беспорядку в своей комнате. А что ты за Максимом собираешь? Пускай сам соберет. Он не соберет. Почему? Вот видишь, кинулся, ушел. Надо ему сказать, чтобы собрал. Ладно, первый раз заправлю, как гостя. А дальше он сам уже. Несмотря на то, что собственную кровать заправлять не пришлось, Максим все равно явился к столу последним. Ну, спать хочется, да, еще? Наверное, долго спишь дома. Я так рано никогда не просыпаюсь. Дикат. Костейское блюдо. Попробуй. Попробуй. Кто чай будет? Давайте чай. Ну, больше не кушаешь. Ну, специфично. Все-таки вот вчера насчет отца мне чуть-чуть вот задевает это, что он мало зарабатывает. На рабочих это все. Мир на рабочих людей строится. А неужели вы не считаете, что работа руками, ручной труд это очень примитивная работа. Тут даже не надо мозг включать. Ты просто пришел, взял кирпич, положил кирпич и ушел. Мозг даже не надо напрягать от слова совсем. И за это еще хоть что-то платят. Мне кажется, вообще за это ничего платить не надо. Не, вообще ты не прав, не прав. Кафель взял. Под ним же надо раствор поставить. Его же надо под уровень поставить. Если я его неровно сделаю, кривую стену тебе построят и как скажешь? Ну, кривая стена. Это же не то, что нужно как-то там сильные математические расчеты. Надо просто ровно сделать. Да и все. Конечно, нужно, нужно. Там рассчитывать надо каждый шов, каждый кирпич. Допустим, ты сможешь вот сейчас плитку поставить? Зачем я бригаду просто вызвал? Ну, ты же говоришь, что это любой может за это даже можно и не платить. Это же не так. Это же человеческий труд. Да нет. Чтоб ты хотя бы чуть-чуть понял, завтракаем и идем на пастбище. Не, не, не. Пасти баранов будем. Не, мне еще надо практиковаться. Я не выспался, я хочу поспать. Не, хотя бы для себя чуть-чуть сейчас поймешь. А что я там должен понимать? Сами думаешь, туда-сюда ходят, пасутся. Нет. За ними тоже надо смотреть. Какой-то куда-то убегает, в речку упадет. Ответственность на тебе будет. А без меня никак, да? А тебе лень, да? Ужасно лень. Да это недалеко. Ну ладно. Съезжу с вами. Рустам с отцом частично, там, периодически пасут овец. И я к этому отношусь очень хорошо. Детей нужно приучать к труду с самого детства. Простые рабочие как были, так и будут. И их нужно уважать. На пастбище отправились на машине. Бараны принадлежат не только Спартаку, но и его родственникам. Все молодые члены большого клана Акеевых работают, поэтому баранов пасут по очереди. Сейчас они будут по сторонам убегать, надо будет их собирать, чтобы они далеко не убежали. И тоже оттуда, вот откуда Рустам, или отсюда. Сюда, сюда, вот туда иди. Максим, в ту сторону иди. Нет, смотри, Максим, мы их сейчас пугаем. Их надо обойти вот так, и чтобы лошадь не убежала. Оттуда, Макс, оттуда. Оттуда. В какую сторону ты их гоняешь? На улицу. Туда? Да. Догонять надо их, догонять. Максим, надо вам пробежаться и вот сюда их выгнать. Сюда? Да, чтобы они наверх уже не убежали. Оттуда не беги, вот отсюда, да. Суету, суету они не любят. Все, не беги больше. А? Рустам, беги давай, разворачивай их обратно. Вместе, вместе, Максим. Только вы их не пугайте, со стороны надо, чтобы они не боялись. За два часа на пастбище Максим узнал, что в Атаре бывает до пяти тысяч баранов, что каждого нужно раз в год стричь машинкой и что навыки хорошего пастуха передаются на Кавказе из поколения в поколение. Чтоб ты понимал, что такое сельская жизнь. Далеко мне, видимо, до пастуха еще. Это ерунда. У тебя своя профессия есть. Это просто, чтоб ты знал. После выпаса овец Спартак завез Рустама и Максима домой переодеться. У Рустама тренировка по борьбе. По правилам проекта Чада делает все то же, что и подросток в принимающей семье. Поэтому ребята переоделись и отправились на тренировку пешком. Рустам занимается вместе с Давидом, Ибрагимом и Сарманом. И они, и тренер Георгий Дорчев предупреждены, что Рустам участвует в проекте. И поэтому пришел на тренировку со своим гостем и съемочной группой. Так, сегодня мы будем отрабатывать прием мельницы. Я вам сейчас покажу. Вот, руки обязательно должны быть внутри. Если рука снаружи, этот прием не вариант сделать. Делаем шаг, проходим, садимся на колено и бросаем. Я не до конца понимаю такой вот спорта, как борьба. Для меня внешне ребята просто лежат на полу, толкаются, пинаются. Стоп, отдыхаем. Ох, тебе борьба нравится? Да не, пацаны, не честно. Выглядит прикольно, но вообще не понимаю. Вам в кайф это? Конечно. Ну, чтобы вы, не знаю, не приемы учили бы там, что-нибудь придумали там, как бы заработать там. Тебе есть плачьи просто? Да кто угодно бы, вышел бы тоже там. Сделал бы. По угодно? Да я счет полу. Пошли. Поборемся. Ты меня видел, я тебя выше на голову. Ну, попробую выиграть тебя. Давай. Он немного разозлился и там, когда злишься, азарт бывает, побольше азарта бывает и так борются интереснее. Ну что? На. Давай, 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 работай. Максим, номик прийди, номик прийди, давай. Давай, ты чего? Берланд, я тебе чего? Давай. Давай, давай. Сам тоже проходи, Максим. Давай, давай, вставай, вставай, давай. Ладно, все. Я старался его аккуратно, потому что, если бы я его уронял больно, то, не знаю, не дай бог, больница бы понадобилась. Я расстроился из-за того, что проиграл. Ненавижу проигрывать никогда, потому что зачастую я всегда везде первый. Ну что, как? Не хочешь к нам на тренировки пойти? Не знаю. Да не, выглядит-то легко, на деле. В ноги пройди, пройди, не пройдешь. Конечно, не пройдешь. Это он техничный. Что я хотел этим поединком сказать Максу, то, что надо вот держать голову повыше всех, надо быть поскромнее, поспокойнее. Вернувшись домой, Спартак отправил Рустама и Максима за запчастями для старой Нивы, которые отец и сын хотят восстановить. У Спартака сегодня будет вечером немного свободного времени, и он планирует посвятить его машине. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам, пожалуйста, решетку и шнокель для воздуха, и щетки, стеклочистители, плюс стойки. Надо на складе посмотреть. Мне папа очень часто доверяет серьезные работы, серьезные задания мне дает, потому что у нас вот за жизнь сложилось такое доверие, то, что он может меня там отправить в авторынок. Я это делаю, и он еще раз убеждается, что мне можно доверять. Ты когда-нибудь бывал в магазине автозапчастей? Нет, в таком нет. У меня просто в Питере магазины как-то побольше, да и класс, наверное, запчастей тоже отличается. Так, пожалуйста. Сколько это 200? Можете посмотреть. Сейчас, две секунды. Ты разбираешься в машинах? В русских нет. В немецких, да, разбираюсь. А так водить умеешь, да? Ну, да, мне 18 нету, так прям. Прав-то у меня нет, но за городом, да, автомобилем умею управлять. А ты как водишь? Вожу, но у меня тоже нет прав пока. Так думаешь, хватит? Не знаю, сейчас скажет всем. 2600 рублей. Ты позвоню папе? Я наблюдаю очень тесную связь Рустама и Спартака. Рустам советуется со своим отцом при каждом выборе. Спартак просит его что-то сделать, помочь ему. Это для меня непривычно. Спартак одобрил покупку. И Рустам с Максимом пошли с запчастями домой. У меня вот с отцом таких дружеских отношений не было никогда. Только вот с мамой общаемся. Непонятно, тебе не нравится то, что он мало зарабатывает? Ну это тоже, конечно. Ну просто у него профессия такая отличается от профессии мамы моей. Да и в принципе у меня есть друзей, ни у кого у родителей как бы таких отцов нету. Да не знаю, просто разные мы с ним очень. Нечему ему меня учить. Ну у меня тоже папа простой, он строитель. Я бы не сказал, что он зарабатывает много. Я же его очень люблю сегодня. Дорожу. У тебя мама очень молодец. Мама, да, да. Только ты, мне кажется, слишком много денег берешь у нее, Она трудится днем и ночью, а ты вот столько, или я бы столько не взял у мамы денег? Ну не знаю, в последнее время на фоне всех наших конфликтов, конечно, задумывался о том, что может действительно много. Ну ты береги свою маму. Буду. Спасибо тебе. Мне кажется, Максим немного призадумался. Очень хотелось бы, чтобы у них было все хорошо. Правильно купить? Да, да, правильно купить. Вы список написали, мы по нему собрали. Макс, ты когда-нибудь такие ремонты делал? Нет. Ну всегда машина, если есть, то в сервисе. А вот Рустам учится постоянно, спрашивает, рисуется. Решетку примерим сейчас. А можно примерю попробовать? Конечно, вот там надо держать, чтобы ровно, четко попасть. Вот под кантиком, вот так вот он, чтобы стоял. Держи. Эту машину я не покупал, мне его родственник подарил. Он переезжал, ну она ему уже не пригодилась. Я его пригнал с Маздука вплоть до до шурупа разобрались с Рустамом, покрасили. Теперь я его собираю потихоньку. Закрутишь, получится у тебя? Ну попробуешь. Главное, держишь и прикручиваешь. Ах, слетел. Чего страшного получится? Ни у кого с первого раза не получается, так что это все с опытом. Еще раз, сейчас просверлится. Придерживать надо. Вот здесь, да? Ну осторожно, пальцы только. Пошел, пошел. Тихо, медленно нажимай. Все. Молодец, видишь, ты говори, не получится. Еще как получится. Я редко вижу старые машины, да и в данном случае эта машина выступает как мужской конструктор, в семье Рустама и Спартака. Но для меня это выглядит прикольно. Не знаю, даже промелькнула мысль о том, что может тоже какую-нибудь такую тачку взять и поковырять в гараже. А ты говорил, что отец на грузовом работает, да? На Большой Грузии? Да, да. Отец твой, видишь, может, я столько не знаю, сколько отец твой знает. И вообще, когда я вот с Максимом общаюсь, я в каждом моменте, через каждое слово, не навязчиво, чтобы он тоже его не обижать. Я ему постоянно твержу то, что простой человек тоже человек, который мало зарабатывает, тоже человек. У любого человека можно научиться чему-то. Вот ты уже домой приедешь, ты уже можешь чем-то похвастаться и друзьям, и маме, и понадобиться, и папе скажешь. Я вот по сети и был, меня уже научили, как сиденья ставить. Я ловлю себя на мысли о том, что все-таки мне кажется, что у любого человека можно чему-то научиться. В данном случае Спартак обучает меня и большому количеству навыков, и пытается донести мне здравые мысли. Спартаку Рустаму и Максиму удалось установить на машину бампер, дворники и кресло в салоне. Время ужина. Вкусный суп пахнет? Этот суп называется Толан. Это дегорское блюдо. Ну как? Очень вкусно. Ну вот эти дни так разнообразно питаюсь только осетинской кухней. Не знаю, как я без нее буду, когда приеду обратно в Питер к себе. Придется у вас набрать рецептов? Рецепты можем, да, это обязательно. Поделимся обязательно. Вот говорит он, комплименты там вкусно и очень радует. Прям на душе прям хорошо становится. А мне прям кажется, что он меняется. Меняется в лучшую сторону, приближается к нам, вопросы задает и контакт находит с нами. Не скучаешь по Питеру, по маме? Скучаю, конечно, по Питеру, но вот в плане гостеприимства, в плане какого-то досуга, проведенного вместе, мне вот очень все нравится. Очень приятно. Мы отправились на тренировку, вот Рустам прогласил меня побороться немножко. Но мы вспылили так маленько. Сейчас, я думаю, все хорошо. У нас все отлично. Пойдешь завтра тоже во всем? Да, я думаю, я схожу. Вот. Видишь, уже хочется. Да, да, вот какой-то интерес у меня проснулся и так просто сегодня день такой очень отличается от моей повседневной жизни. Мне понравилось. Я извиняюсь, мне вот позвонить надо сейчас в работе. Быстро сейчас. Пока папа отошел, нам есть о чем поговорить. У папы день рождения. Кстати, да. Да. Скоро. После завтра. А завтра должна быть подготовка. Как ты думаешь, что можно подарить? Можно ему подарить что-то полезное для профессии и как-то ее упростить? Может, какой-то более новый инструмент? Мне кажется, ему бы не помешал хороший парфюм. Мне бы хотелось какой-нибудь сувернирчик от нас, картину, может. Давайте, знаете, как сделаем? Завтра вместе соберемся и поедем на месте, посмотрим и выберем что-нибудь. Только он об этом, чтобы вообще не догадывался. Сюрприз. Вечером Максим даже не вспомнил о диджейском пульте и лег рано спать. В конце второго дня, по правилам эксперимента, родители обеих семей созваниваются друг с другом по видеосвязи. Может, он там вообще рыдает и думает, мама, забери меня обратно. А если вот они скажут, как можно было воспитать такого ребенка избалованного? Стыдно будет. Я очень переживаю. Я волнуюсь. Как, как, что? Я представляю, как она волнуется за сына. Два дня не видела, не знает, где он. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Ольга зовут. Очень приятно. Меня Сабина. Меня Дмитрий. Меня Спартак зовут. А вы где живете? В какой стране, в каком городе? Мы живем в Северной Осетии, в городе Гора. Здорово. А у вас сколько детей? У нас четверо детей. Три мальчика и одна дочка. Мы ждали чудо-юдом. Хороший пацан, очень хороший. Максим, как он себя ведет? Он нормально общается? Были какие-то моменты, чуть-чуть недовольный, конечно же, он же такой многодетной семье не привык. Помогает Максим там, не конючат? Конечно, помогает. И Баранов в пас. Сегодня были на пастбище. Этого не может быть. Может, может. А он у вас спит до обеда? Нет, конечно, нет. Рано все встаем, идем на завтрак. Он чуть-чуть сегодня повозмущался. Ну, ничего. Главное, полюбил нашу остинскую кухню. Все с удовольствием прям кушает. Я про отца спрашивал. Ответил, мол, у меня отец водитель простой. Сам он тоже у нас строитель, папочка наш. Мы гордимся, любим его таким, какой он есть, какая профессия не была. Научите, пожалуйста, его уважать и почитать родителей. Мы постараемся вам помочь в этом. Максим, надеюсь, все это переосмыслит. Спасибо за гостеприимство. Я надеюсь, что мой сын меня не опозорит у вас там. Сегодня он как будто Дегориц. Дегориц. Как будто осетином стал. Очень здорово. Вы очень приятная семья. Мы рады, что он попал именно в такую семью. Хорошо, что он вообще на Кавказ попал. Точно. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. Все, счастливо. Кто за мама, да? А какой дядя? Какие они молодцы вообще. У них лица такие радостные, счастливые. Ну все, дальше будем стараться. Все дело сделаем, что от нас зависит. Такая семья хорошая у них. Очень хорошие люди. Четверо детей, смотри. В изменения, где-то увидели там. Я просто не верю, что наш Максим без ресторанов, без дискотек ночных. Я просто надеюсь, что когда он приедет, он будет больше проводить времени с нами. Наступил третий день эксперимента по перевоспитанию 17-летнего сына-миллионерши из Санкт-Петербурга Максима Гурбанова в многодетной семье Акеевых в осетинском городе Дегора. Максим сам рано встал. До стройки у Рустама утренняя тренировка по борьбе. Обычно он занимается шесть раз в неделю, два раза в день. Но из-за участия в реалити ходит в эти дни только на утреннюю. Максим сам попросил дать ему возможность выйти на ринг. Рустам согласился. У меня проснулся какой-то внутренний интерес. Я понял, что недооценил соперников, вид спорта. я бы вас так, знаешь, попросил какой-нибудь приемщик показать. И вот, заходишь, вот так, вот так. На колено садишься. Ни ноги. Левнись, ни руку, и зашаги. Оно? Только на колено вот так садись дальше. Если бы Максим занимался вот серьезной вольной борьбой, то мне кажется, получилось бы. Внешне у Максима есть данные борца. Он высокий, длинные руки. Это важно. Парни, спасибо огромное. Вообще никогда не боролся. Да хоть пару приемчиков знаю. Спасибо вам, парни. Кто знает, может еще в Питере похожу, поборюсь маленько. Фух. Вот ты диджей, да? И вот, например, ты же постоянно там в клубах, на тусах, так скажем, да? Ну да, да. И там же пьяные, не пьяные все. И кто-нибудь докапываться, если будет, они не будут. Если приемчик, и там проход в ноги, да, сразу. Все ребята сказали, что у меня быстро получается, но мне понравилось. Кто его знает, мало ли этот опыт мне пригодится, у меня что-то в этом получится. Передохнуть после тренировки Рустаму и Максиму не удалось. Спартак сразу повел их на работу. Ему нужно помочь уложить кафель на крыльце в доме родного брата Марата. И Рустам с Максимом будут помогать. Дома в Осетии принято строить всей семьей. Брат мой старший, Рустама, дядя. Максим. Добрый, Марат. У меня тоже вот дядя есть. Дмитрий зовут. А чем он занимается? Строитель тоже? Нет, он недвижимостью занимается. Ну, не ручной труд, так скажем. Ну, а вот у нас стройка. Сейчас надо вот сюда плитку поставить. Это вообще сложно, не сложно как? Для меня не сложно, а для тебя, может, сложно будет. Ну, если что, вы мне там подсказываете, как правильно, неправильно. Макс, давай мы пока раскладывать будем эти плитки, да? Я вот переживаю, что я ее, когда несу, я ее кладу, она иногда прям, ну так, падает немножко. Не страшно? Не расколется плитка? Ну, не, не. Вот эти углы надо... Вот эти углы, они могут расколоться. Вот смотри, как надо клеить. Смотришь? Ну, постараюсь. Очень постараюсь. Не толстый слой нужен, да? Как будто на хлеб намазываешь черную икру. Ну, то есть мы берем шпателем клей. Да. И примерно на глаз ты. Побольше? Да. Нежно не надо, там нормально вот возьми вот так. Ты накидай пока блинчики, а потом их будешь размазывать. Это мы блинчики называем. Я же говорю, сразу, сразу ловишь. Максим быстро учится. Максиму вот, а ему один раз надо показать. Я со своей точки зрения сказать могу смело, что он толковый парень. Так, вот эту сторону, вот так. Поднять мне ее, да, надо? Да, да. Держи, он тяжелее сейчас. И ставишь тут. И вот сюда. Рядом прямо. Да, все. Надо вот так. Здесь. Так, оп там, палец у меня сейчас, минута. Все. Ничего страшного. Я доволен собой. У меня получается то, чем я никогда не занимался. Да, и теперь, если я буду делать ремонт в своем доме или в своей квартире ко мне придут мастера, я смогу сказать, что, ребята, тут вы сделали неправильно. Я знаю, у меня уроки Северной Осетии как-никак за спиной. После укладки плитки Спартак поехал на работу. А Сабина со старшими детьми едет в магазин, чтобы организовать завтрашний сюрприз ко дню рождения мужа. Сначала выберем подарок. Потом за продуктами надо будет, да? Потом посмотрим мясо. Мясо выберем. Потом продукты. Потом уже самое главное торт. У нашего папы дни рождения. Подскажите, что ему можно подарить? Есть вот такие картины, есть ангелочки. Фейерверк лучше, мне кажется. Прям вот настроение сразу поднимет. Картину хотят Максим и Милена. Рустам хочет. Ну, вот между кувшином и вот этим фейерверком фейерверк выбираю. В итоге остановились на картине и поехали за продуктами. А вот это вот сколько вышло? На 4 тысячи ровно. И сколько там килограмм? 8. 8400. Ничего себе. Ну, гостей у нас сколько там будет? Там 13-12 будет у нас. Так, и при выборе, куда смотреть стоит? Ну, на жирность. На жирность? Да. И смотрите, какое блюдо готовите, да? Да. А мы нам на толан надо. На толан. Вот на толан вам ребра, спина, часть. Хорошая часть? Нравится вам кусочка? Ага, давайте. Выглядит прям вкусно. Как-то. С мясом вообще нужно заниматься мужчинам. В нашем доме этим занимаются мужчины. Конечно, Максим, будущий папа, муж. И где-нибудь ему пригодится разделывать мясо и выбирать. Помимо мяса купили продукты по списку и торт. Сабина спешит домой, чтобы успеть все приготовить до возвращения Спартака. Завтра нужно будет накрыть большой стол. Сабина с Миленой не успеют вдвоем приготовить все блюда. И Сабина просит Рустама с Максимом помочь ей с мясом. Будем готовить толан. И нужно рубить маленькими, небольшими кусками. Давайте. А это мы не будем рубить. Будем варить целиком. При ребра. Там кость. Ее надо, ну, убрать. Разделить. Максим сам вызвался попробовать разделать мясо. Да еще сильно. Ой, промахнул. Ничего страшного. Она так и должна не рубиться особо. А то она что-то прям не идет как будто. По идее должна разрубиться. Вот он, пошло, пошло. Уже лучше. Ты когда-нибудь резал мясо? Мясо резал, но не топором. Прям настолько нет, не резал, конечно. С мясом мне приходится часто возиться, потому что Томи уже такая ответственность переходит на сына старшего. Меня учил папа это делать. И потихоньку уже буду вот младших братиков учить этому. Я начинаю ощущать себя не просто гостем, который приехал из Питера. Я начинаю ощущать себя частью этой семьи. Может, не такой близкой, но все-таки частью. Я смотрю, вы так к папину в дню рождения готовитесь. Ну и стол ломится у вас, да, наверное, от блюда. Ну, смотри, мы все дни рождения отмечаем. А папа сам любит дни рождения? Ну, так вот. Папа у нас такой скромненький такой. Он говорит, вот зачем мне, как зачем? Самого любимого папочку мы должны выделить. Я уверен, ему приятно от проявленного внимания. Макс, а ты поздравляешь папу? Ну, я, честно, не до конца помню, когда у него дни рождения, мне мама напоминает. Я ему могу написать там, может, сообщение. И делаешь подарок? Подарок нет. Ну, и на мои дни рождения тоже. Папа не особо звонит. Ну, каких-то подарков там, ничего такого нет, конечно. Мне очень хотелось бы после этого эксперимента, чтобы Максим с отцом встретились. Поговорили. Это первый шаг, может, будет к сближению. Ну, хотя бы попробовать. Если так случится, то я безумно буду счастлива. И наша семья тоже будет очень счастлива. Столько дней у вас, всего ничего, а столько уже всего умеют. И баранов пасти, и с пацанами бороться тоже. И мясо вот резать теперь. Ну, резать, выбирать, конечно, очень нравится у вас здесь. Мы очень рады. Может, потел, пока я его резал. Ну, уже хорошо получается, молодец. Спасибо. Мы с Максимом как-то постепенно нашли общий язык, сдружились. Несмотря на разные характеры, разные города, так скажем, мы находим общие темы и разговаривать. Перекусили на ходу, прямо во время готовки. Спартак задержался на работе и пришел, когда все уже спали. Наступил последний день эксперимента по перевоспитанию 17-летнего Максима Гурбанова в многодетной семье Акиевых. Сегодня у главы семьи Спартака день рождения. И мужчины отправляются с утра готовить шашлык. Гостей будет много, и на помощь пришел двоюродный брат Спартака Георгий. Максим тоже захотел поучаствовать. Вот так разложили, вот куски вот, соль, черный перец. И точно так же вот эти куски наверх, на них. В своей семье я такого никогда не ощущаю, потому что мама редко бывает дома, как и я. За мужской стороны забытым, как бы, следит только дядя, когда он со мной. Ну, важно понимать, что у него своя семья. В моей голове появляются новые мысли, а как будто бы что-то меняется по отношению к людям, по отношению к профессии своего отца. Вот так складывай, смотри. Вот так. И вперед к мангалу. Чтобы запашок пошел. О, все. Хватит. Подожди. Главное, чтобы угли не загорелись. Вот Георгий сверху соль сделал. Знаешь, что на уголь соль делаешь, чтобы он не давал ему, он не дает соль ему загораться. О, да, вкусно, вкусно, очень вкусно пахнет. Я свой день рождения не особо люблю. Всегда мы с Сабиной, с супругой, ругаемся насчет этого. Она, по-моему, приготовит много-много, чтобы я не видел. Все-таки детей много, и чтобы много не тратить. Как-то хочется сэкономить деньги. Лучший мой подарок, когда все наши родственники, все дети, детишки здесь бегают, играют, все собираются. Кто-то шашлык жарит, кто-то мама с пирогами идет. Вот это все меня радует. Начинают собираться гости. Сабина и Спартак предупредили их, что семья участвует в съемках реалити. И что у них живет подросток-мажор. С днем рождения! Максим, это моя большая семья, знакомься. Это отчим мой, Славик его зовут. Это мама моя. Да я обниму его. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Георгия, супруга. Это дочка рядом. Это дочка Амага. Марата, дочка. Это мой младший брат. Привет. Максим. Марина, Марата, супруга. Очень приятно. Да, большая, очень большая семья. И все это половина. Есть у меня отчим. Он нас принял как своих родных. От отчима у меня еще брат есть родной. Никогда в жизни не было такого, что мы сказали, что нет, ты наш сводный с Маратом. Нет, он родной наш. Он при нас родился, при нас вырос. Не родной. Такого слова нет у нас. Макс, мы сейчас три теста сказали. Обязательно их надо по-своему. Ну, а я тебе сейчас объясню вкратце. Сперва говорят за большого бога обязательно. Потом второй тест бывает за святого Георгия. Третий тест бывает обязательно за мать Марию, которая наших детей оберегает. Я с вашего позволения возьму слово поздравительное за этим столом. Хотелось бы поблагодарить семью за такое гостеприимство, за такое тепло, такой уют, проявленный ко мне. Мне очень приятно. Вот буквально несколько дней, которые здесь я провел, я могу проявить только уважение к Спартаку. Я вижу очень дружную, очень большую семью, очень любящую семью. И, честно, у меня прямо глаз радуется. Ну, это хорошо, что радуется. Да. Как будто вы уже моя семья. Сейчас растрогаешься. Я тоже. Я тоже. Да нет, ну правда. Я сам очень растроган. Все заимно. Эти четыре дня пролетели так быстро. Мне вот стало грустно. Мы прям, я могу сказать, что он нам близким человеком стал. Максима, как дорогого гостя, попросили вручить Спартаку подарок от всей семьи. С днем рождения! И вот подарок вам такой небольшой. Вау! Вот этот подарок, да? В тему, в тему попал. Я танцую сильнейший подарок. Сильнейший подарок. С днем рождения. А вас благодарю. С днем рождения. Тебя еще раз. Мак. Для гостей сегодня танцуют родственницы Спартака Акеева. Между собой девушки родные и двоюродные сестры. Ничего себе! Это что? Это просто! Максим выскочил танцевать. Забавно получалось. Но все-таки приятно, что он стесняется так людей. Вот, допустим, я бы так не сделал, не смог. У меня тоже немножечко, может, не в тематику, но свой музыкальный подарок, как от диджея. Немножко современной музыки, может, потанцевать. Максим решил не только устроить диджеевкий сет, но и научить Рустама стоять за пультом. Вставай. Ты вот слышишь, ритм, да? Да. Ага, Рустам. Просто один раз, один раз просто нажми вот так прям, может, по ней посильнее. У нас за пульт встает Рустам, я тут ни при чем. Диджеев, Рустам. И вот нажми просто один раз, включи песню. Вот один раз. Здесь мотив поменялся. Так, теперь давай на паузу подстань. Понравилось? Да. Очень необычно. Это очень грустно. Я понимаю, что не хочу уезжать, хотя никогда бы не подумал, что скажу это. В начале эксперимента меня немножко раздражало, что происходит вокруг, но сейчас я настолько сплотился со всей семьей, со Спартаком, с Сабиной, с Миленой, с Рустамом, что не хочется покидать эту семью. Грустно то, что Максим уже улетает домой в Питер. И ему грустно то, что он улетает. И мне грустно. И было бы очень славно, если бы он прилетел погостить к нам. До конца праздника Максим остаться не сможет. Через три часа самолет. Пора прощаться. Мне пора вылетать уже. Время у меня. В общем, приходится мне от вас уезжать. Не знаю, даже до вечера не хватит времени, чтобы вас поблагодарить. Огромное спасибо, Спартак, вам большое, вашей семье. Очень многие вещи пересмотрел, конечно. Может, полностью я... Красавчик. И не изменился, как бы, да. Но некоторые вещи у меня в голове уложились по поводу семьи, по поводу традиций. Четыре дня мы как привыкли к тебе. Такой хороший. Молодец. Я к вам тоже, на самом деле. Очень привык. Даже очень. Мне сейчас грустно от вас улетать. Нам тоже. Но время. Ничего. Еще прилетайте ко мне. Все в Петербург большой семьей. Место есть. Про нас не забывай. Конечно. Ладно, будет личный шамолет полностью. Да сделаем, без проблем. Место есть, куда всем поместиться. Я к вам еще прилечу обязательно. Будем с вами на связи. Мне кажется, представление этой семьи о мажорах столичных немножко разрушилось. Так как ты музыкант, это маленький подарок от нас. Спасибо. Это вообще... Пресчет. Пресчет. Да. Вот эти те самые. Буду дома. Спасибо вам огромное. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо вам огромное. В начале поездки я был очень скептически настроен и был уверен, что ничего не поменяется. Но сейчас в моей голове перестройка. Я понимаю, что, например, не стоит делить людей на бедных, на богатых, пройдя все на собственной шкуре. Вот эта мажорная высокомерие, оно бесполезно. Этим высокомерием ты рушишь себе взаимоотношения с потенциально интересными тебе людьми. Быть может, из-за того, что ты задрал подбородок выше, ты потеряешь своего близкого друга на всю жизнь. Откуда вы знаете? Мне это много дало понять. Помните меня, не забывайте. Еще приедем. Счастливой дороги, хорошего полета. Все, спасибо. Пока-пока. 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 Мне кажется, что этот эксперимент очень хорошо придумали. Эксперимент завершен. И впервые за 4 дня Максим Гурбанов может поговорить со своей семьей. Как тебе дела? Привет, мам. Привет, Димон. Привет. Ты живой? Все хорошо. У меня тут весело. Вот уже возвращаюсь домой, в аэропорт еду. Я тут и овечек пас, и плитку укладывал, и на борьбу ходил. Тебе понравилось? Очень мне нравится здесь. И на очень многие вопросы я для себя ответил. И мнение на многие вещи у меня изменилось. Конечно, вот я попал в рабочую семью. Ну, поменялось мнение абсолютно про таких людей. Теперь умею закручивать гайки. Конечно, стереотипы для меня разрушены в этом плане. Вообще не верит. Полностью изменил мнение. Мне не верится, сынок. Тут деньги особо не решают. Вот у меня нет денег, да, как бы. У меня отняли карточки моей наличности все. Но, честно скажу, я даже этого и не заметил. И можно жить по-другому и так же счастливо. Я тебя не узнаю, Максим. А я как раз его узнаю таким, каким он был раньше. Я так тобой горжусь, я так рада вообще за тебя. Ты большой молодец. Спасибо, мамуль. Я вас люблю очень, скучаю, но мы с вами скоро увидимся. Мы тоже тебя любим. Мы тебя очень ждем. Я очень рада, что мы обратились в этот проект. Никогда бы не подумала, что такое маленькое количество дней может сыграть такую кардинальную роль. Спасибо проекту.